Волосы с лба подняли. Дома кто-нибудь болеет? Самочувствие хорошее? Молодец, иди учиться. Проверка температуры и визуальный осмотр. С этой процедуры начинается каждый учебный день во всех образовательных и дошкольных учреждениях курорта. В школе номер 100, расположенной в Адлере, сегодня домой не отправился ни один ученик. Здесь знает каждый, защитить себя от заболевания можно только соблюдая правила. Каждое утро проводится зарядка, регулярно проветриваются классы. Инструкции по профилактике, где четко прописано, что нужно делать, есть на школьных стендах. Заместитель губернатора предложила, такие памятки нужно вкладывать в дневники учеников, чтобы родители тоже были осведомлены. На будущий год. У нас, когда идет вакцинация, на будущий год нужно обязательно перед этим мероприятием, перед вакцинацией, сделать такие памятки и в каждый дневничок, чтобы дети и дома родителям показывали, чтобы мы таким образом стимулировали все-таки большее количество людей. Анна Менькова посетила несколько палат с пациентами в инфекционном отделении Адлерской больницы. Зараженных вирусом H1N1 всего пара человек. В основном здесь лежат больные с бронхитом и ОРВИ. Тем не менее, сезонная вакцинация просто необходима, говорит заместитель губернатора. С этим шутить нельзя и серьезнейшим образом отнеситесь. Все семь смертельных случаев, которые в Краснодарском крае на сегодняшний день зафиксированы, все эти люди не были привиты. Поэтому возьмите это на вооружение. Хорошим уроком это должно послужить и для пациентов догомысской инфекционки. Из 17 госпитализированных 14 болеют свиным гриппом. У троих развелась пневмония. Такое осложнение дает этот вирус, если вовремя не была сделана прививка или поздно обратились за помощью. Ни в коем случае не рекомендую никому заниматься самолечением в домашних условиях. Если раннее обращение человека, то есть возможность назначить амбулаторное лечение. И если пациент соблюдает все рекомендации врача стационара или поликлиники, то риск развития осложнений достаточно низкий тоже. Инспекционный визит заместитель губернатора продолжила в аптеках курорта. Проверила, все необходимые лекарственные препараты оказались в наличии. Однако, по словам фармацевтов, заявки поставщикам приходится делать все чаще. Противовирусные лекарства сочинцы закупают в больших количествах и впрок. Заместитель губернатора также побывала в Адлерском отделении социальной защиты населения, где пенсионеры уже начали получать единый проездной билет. Сотрудники как чувствуют, напряжение сохраняется, как люди себя ведут? Или потихоньку все-таки напряжение? Нет, люди сейчас уже, вы скажете, они говорят хорошо, что все-таки губернатор прислушался к мнению людей, тех, кто пенсия все-таки выше 722 рубля, но хотя бы два прожиточных минимума, чтобы это было. Люди, конечно же, это оценили, и потом, что не работающие и работающие их как бы не разделили. По итогам объезда Анна Менькова встретилась с главврачами больниц курорта. Заместитель губернатора отметила хорошую работу всех городских ведомств. В Сочи сейчас находится в стационарах 529 человек, из них только 31 поставлен диагноз грипп. Минимальный показатель удается удерживать благодаря масштабной вакцинации, которая была сочинскими медиками проведена еще прошлой осенью. В Сочи привито около 40% жителей. Это лучший показатель по краю. Сейчас главное для населения – это соблюдение инструкций по профилактике и своевременное обращение к врачам в случае недомогания.